Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь, мне, конечно, хочется вам посочувствовать и сказать, что много боли в вашем сообщении, без исходности к некоторой. Вот. С другой стороны, психологи вряд ли подскажут, как вам действовать и что вам делать. Это не в нашей компетенции. С третьей стороны, в моем ответе, будут, вероятно, не очень приятные вещи для вас, которые могут вызвать у вас несогласие. Если это произойдет, я бы рекомендовал вам просто не слушать дальше, после того, если вы с этим не согласны. Но было бы здорово, если бы вы не торопились уходить в процесс, постарались бы принять и поподробнее рассмотреть то, что я попытаюсь вам сказать. Итак. Вы пишете, что в отношениях чуть больше пяти лет, два года назад было сделано предложение, и я согласилась. Надо здесь заметить, что вот сам факт предложения, как расценивался вами и как расценивался вашим молодым человеком. Что общего между вами и молодым человеком, то есть на чем базис ваших отношений, на чем он строится? Ну, на этом все. Ссылаюсь на финансовые проблемы. Здесь не совсем понятно, кто ссылается, вы или молодой человек. Мы даже не разговаривали на эту тему, как будто бы ничего и не было, когда я согласна на скромную свадьбу в кругу самых близких. Вы пишете, что вы не разговаривали на эту тему, ну, а... Вы ждете, что молодой человек будет говорить? Или как? Вы пишете, что согласны на скромную свадьбу в кругу близких. Какое значение вы придаете свадьбу? Что это такое для вас? Живем вместе, но я как будто постоянно одна. Вот, это интересный момент. Она не... Наверное, первый такой неоднозначный. С одной стороны, с одной стороны, если вы считаете, что вы не должны быть одна, да, то, ну, наверное, молодой человек вам не подходит, потому что он работает вахтами, и, ну, как вы сами пишете, месяц работает, месяц дома. То есть... Вот. Я заметил, что у людей, которые работают с вахтами, куда меньше развито чувство социальной ответственности. Мне кажется, что вахтовым методом работают люди, которые избегают привязанности к чему-то конкретному. Но это такое мое наблюдение, основанное вот на тех данных, с которыми я сталкиваюсь. Тут такой вот момент. Но... Суть заключается в том, что если вы считаете, что вы не должны быть одна, если вам, ну, кажется, что ваш мужчина должен быть рядом, то довольно странный выбор партнёра, которые работают вот так, вахтовым методом. Вот. С другой стороны, вы пишете, что вы всё время одна. У меня сложилось впечатление. Может быть, ошибочное впечатление, что вам нелегко наедине с самой собой. У меня сложилось впечатление, что вам, ну, вот, некомфортно наедине с самой собой. Не знаю, так это или нет, правда это или нет, но вот такое впечатление сложилось. Если человеку некомфортно наедине с собой, да, то, это означает, что он себя не принимает в чём-то. Означает, что он что-то подавляет в себе. Означает, что, вот, пытается быть тем, кем он придумал, а не тем, кто он есть. Чуть дальше вы напишите, что молодой человек проводит с вами один день и уезжает после этого к друзьям на неделю. Помимо того, что мне не совсем понятно, почему вам не поехать бы с ним и предлагали бы с ним поехать, но это ладно. Я хочу обратить ваше внимание на то, что, ну, вероятно, ему не интересно с вами. То есть вы хотите, чтобы человек был с вами, вы хотите, чтобы он проводил с вами время, но для этого ему должно быть, вы ему должны быть интересны. Интересны. Для этого у вас должно быть что-то общее. Какие-то общие интересы, общие впечатления, общее увлечение, хобби и так далее. А у меня такое чувство, что этого нет. У вас этого нет. Вот вы пишете, все финансовые вопросы, аренда квартиры, покупки домой, все на мне. А почему это ненормально? Квартира и ваше в том числе. Почему это ненормально? Вот с одной стороны, да, с одной стороны, вы можете сказать, ну, если живем вместе, то, типа, значит, и все должно быть по ровну. Да. С другой стороны, если вы часто остаетесь одна, то почему бы не пожить одна? Ну, так, как будто бы вы одна. Вот. Он приходит домой, как будто бы поспать, поесть и помыться. Никакой инициативы и заинтересованности для улучшения нашей жизни. А с вашей стороны, какая инициатива и заинтересованность в вашей жизни? В первую очередь, взаимодействие между вами и партнером. Вы интересуетесь его жизнью, его взглядами, его интересами? Когда вы перестали это делать? В какой момент вы стали только ждать какой-то инициативы и заинтересованности в улучшении вашей жизни? Что делаете вы для этого? Сама. И что делаете вы для молодого человека? Махает рукой и говорит, как будет, так будет, а я хочу семью и ребенка. Зачем? Ну, вот, буквально, зачем? Я не знаю, сколько вам лет, но как вы пришли к тому, что вы хотите ребенку? У вас многопилос очень много жизненного опыта, который вы хотите передать. У вас очень много нежностей, любви, заботы, что вам уже мало одного молодого человека ребенка вашего. У меня складывается ощущение, что вы не видите в своем мужчине личность, вы видите в нем мужа, отца вашего ребенка, но не личность. как вы взаимодействуете друг с другом, о чем вы говорите, если вам о чем поговорить. Оп. Интересный момент. Но не решается на это все по видимым причинам, так как не чувствует себя с ним в безопасности, а на нем вам и не нужно себя с кем-то чувствовать в безопасности. Почему другой человек несет ответственность за вашу безопасность? Ваша безопасность исключительно ваша ответственность. Вам не нужно с кем-то ее чувствовать, вам нужно чувствовать ее самой по себе, а для этого необходимо твердо стоять на ногах, а для этого нужно реализовываться вам самостоятельно. Как у вас с этим дела обстоят? Дальше. Когда я говорю ему про это, вы понимаете мои слова буквально, типа на тебя же сейчас медведь не идет, что тебе угрожает? Ну, тут я понимаю, о чем мне пройти. Полгода назад предложил расстаться, так как он мне ничего не может ожидать и ничего не будет. Но я настоял продолжить отношения и пройти все трудности вместе, потому что была уверенность, что это сложный этап. Кабрина, у меня пройдет. А как именно вместе вы проходите этот этап? Считает ли ваш молодой человек, что это сложный этап? Потому что вот вы называете это сложным этапом, а он говорит, как будет, так и будет. У меня нет ощущения, что он считает сложным этапом. Для вас это сложный этап, потому что вам тревожно от неопределенности. И вы ждете, что мужчина разрешит этот момент. Вам кажется, этот этап сложным, потому что ну, по сути, вы всю свою жизнь повторили в зависимости от семьи и ребенка, как будто бы. у меня нет ощущения, что у вас есть друзья, увлечения, работа, хобби. Нет, вы меня извините, если у вас это все есть. Я извиняю. Но нет ощущения. Иначе вы не говорили бы, что вы все время одна. Иначе бы с покупками и финансовыми вопросами вы бы справлялись с удовольствием, потому что вам хотелось бы жить в этом месте. У меня же такое ощущение, что вы тягодитесь своим бытом. И хотите, чтобы мужчина вам его определил. А после рождения ребенка, чтобы вы посвятили себя ребенку. То есть не себе. Он согласился и сказал, что это его родственная душа. Что это значит? Что такое родственная душа? Ну то есть вот буквально что такое родственная душа? Как это? В связи с его работой месяц работают месяц дома вообще его не вижу. И это скорее всего не изменится. Когда дома пытаются еще подрабатывать в этом месяце он приехал с работы провел со мной один день и уехал на неделю к друзьям. Вернулся как ни в чем не бывало. А когда что было быть? Я сказал, что мне неприятно когда ко мне так относятся. Что именно вам неприятно? Ну давайте разбираться что именно вам неприятно. Вот как конкретно вас это задевает? опять туда же при этом не звонит и не пишет. Вот понимаете да? Как ваша жизнь крутится вокруг молодого человека. Он свободен. Он живет так как хочет. А вы нет. Он заботится о себе как будто бы. Он себя радует. Он раскрывается. И когда придет время я уверен он обязательно сделает предложение и станет точнее женится и станет отцом когда придет время. Но сейчас очевидно что это время не пришло. Вы пытаетесь человека заставить потому что вам тревожно. Вы постарайтесь определить вы можете принять своего молодого человека вот таким как он сейчас или нет. А если не можете да то как вы себе сами это объясняете что мне не нужен мужчина который не хочет со мной семью и ребенка а как вы себе объясняете что в ваших отношениях в качестве целей мотивации субъективной составляющей психоэмоциональной стороны только ребенок и семья присутствуют знаете я тоже говорил и знаю что вам будет неприятно это слышать но мужчине с вами не интересно что говорит о том что между вами нет ничего общего или очень мало дальше так я уже не могу сдерживать свой гнев и срываюсь почему со мной так можно поступать потому очевидно вы с собой поступаете так же вы подавляете зажимаете себя терпите и живете и живете будущим но не настоящим вы не в контакте с собой вся ваша энергия направлена как будто бы на мужчину все внимание направлено на него но не на себя вы можете ответить зачем вам вам семья и ребенок вот вам лично очевидно что мужчина ваш приоритет не разделяет так и что да гнев это правда потому что здесь нарушаются ваши личные границы но не молодым человек вам ничего плохого не делает просто живет своей жизнью вы нарушаете свои границы сами лично через молодого человека почему со мной так можно поступать почему только я хочу сохранить отношения а это хороший вопрос вы пишите я хочу сохранить отношения знаете что интересно интересно что вы говорите я не то что я хочу сделать человека счастливым мужчину узнать его получше нет вы хотите сохранить отношения зачем опять же зачем понимаете ваш мотив сохранения отношений как будто бы идет мимо личности вашего партнера это чувствуется что делать в этой ситуации может и правда все это закончить что делать чтобы что только все можно исправить любое любые практически отношения можно гармонизировать для этого придется меняться меняться для этого придется меняться и менять свою модель поведения на этом все я надеюсь что вам это было полезно и интересно желаю вам всего самого доброго